Поддержка проекта. Компания «Ключ здоровья». ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Добрый день. У микрофона Надежда Нечанова. В эфире программа ЗОЖ. Здесь мы с экспертами рассуждаем и делимся лайфхаками о том, как быть здоровым, энергичным и любить жизнь. Сегодня поговорим о таком набирающем популярность видеоспорта, как смешанные боевые единоборства или ММА. И у нас в студии Егор Братухин. Исполнительный директор областной федерации по смешанным единоборствам. Победитель и призер городских, областных и межрегиональных турниров по боксу и кикбоксингу. Организатор профессиональных турниров по ММА. Егор, недавние соревнования по смешанным единоборствам в Кирове прошли при полном аншлаге и имели статус, насколько я знаю, международных. За что ММА любят зрители? Да, это был в первую очередь международный турнир. Были представители Кыргызстана и были представители Франции. За что любят ММА? Ну, в первую очередь за зрелищность. То есть это зрелищный вид спорта, где сочетаются и ударные виды единоборств и борцовские. То есть, грубо говоря, раньше это называлось бои без правил. А сейчас это, конечно же, не бои без правил, но у многих стереотип остался. То, что это бои без правил, то, что там чуть ли не убивают друг друга. А можем мы как-то этот сейчас стереотип развеять? Почему это не подходит, это название сейчас? Ну, потому что, в первую очередь, есть правила. Причем правила эти довольно обширные. Во-вторых, смешанное боевое единоборство, оно же ММА, введено в реестр всероссийских видов спорта. То есть это официальный вид спорта, по которому проводятся соревнования. То есть раньше, да, это были бои без правил, можно так было назвать. Где там были разрешено все, кроме ударов в затылок и в пах. То есть там можно было бить ногами по лицу и так далее и тому подобное. Ну, я имею в виду, когда на земле они. Вот, сейчас все по-другому. Сейчас огромный свод правил, которым все ограничивается. А кто выбирает этот вид спорта? Кому он подходит? Кто тренируется? Кто выступает? То есть... Я начну немножко, наверное, издалека. В первую очередь, это уже, скажем так, для подготовленных спортсменов. То есть у тех, у которых есть какая-то база, борцовская база, ударная база. И после этого они хотят уже, допустим, перейти в что-то для себя новое, изучить, допустим, борцы ударную технику, представители ударных дисциплин борцовскую технику и совместить это все, грубо говоря, в одном виде спорта. То есть с нуля это неэффективно тренироваться? Не советовал. То есть многие сейчас приходят на фоне популярности Хабиба Нурмагомедова, Федора Емельяненко и других наших, допустим, Александра Шлеменко, наших российских спортсменов, ну и не только российских. Ребята молодые приходят и хотят заниматься смешанным единоборством без какой-либо базы. Ну, я, допустим, провожу аналогию. Это то же самое, что научиться считать, слагать, вычитать без таблицы умножения. Вот примерно так. Ну, то есть какие-то основы, сколько лет тренировок, либо профессиональных выступлений нужно по, допустим, боксу? Не профессиональных, нужна, да, нужна база. То есть, грубо говоря, как мы приходим в школу, нас учат читать, писать, слагать, вычитать и уже потом переходим на новый уровень. То же самое здесь. А я, насколько знаю, даже в нашем городе есть тренировки по ММА для детей. Насколько это эффективно и как здесь это все проходит? Я бы назвал это не тренировки по ММА, это детского ФП. В первую очередь. Это подготовка уже к чему-то более глобальному. То есть, как таковые дети, они могут заниматься ММА после 14 лет. После 14 лет. То есть до этого они должны накопить какую-то базу, да, что-то? Подготовить тело и дух для дальнейшего. Возвращаясь к популярности этого вида спорта, хотелось бы такой вопрос задать. Легко ли спортсмену заработать на этом виде спорта? Как это можно монетизировать, если ты занимаешься этим давно, профессионально? Ну, в России это немножко сложно по сравнению, допустим, с Европой и Америкой. В первую очередь из-за платных трансляций. В Америке, допустим, если брать турниры UFC, у них кабельное телевидение, на которое каждый зритель может дома подключить себе, проплатить трансляцию и смотреть, соответственно, это платно. Соответственно, процент с этих продаж идет и организаторам, и бойцам, соответственно, к их зарплате. В России это, понятно, что немного не проработано. У нас все же любят смотреть через какие-то сайты. То есть это не проработано, соответственно, гонорары здесь намного меньше. Это что касается глобальных профессиональных турниров. Что касается любительских турниров, понятно, что никаких денег здесь заработать нереально. То есть здесь только ради себя и ради своей популярности, можно так сказать, бойцовской. Ну, то есть работа на имя, да? Да, и после этого уже можно переходить в профессиональные поединки, где уже, конечно же, какой-то гонорар уже можно заработать. Но, как сказать, работа это я не назову. Это, как можно сказать, хобби. А то, что недавно в Кирове соревнования прошли, на этом кто-то заработал, спортсмены сами? Или это все-таки было больше для подтверждения какого-то статуса профессионально-спортивного? Два дня. То есть первый день у нас это были Кубок области по смешанному единоборству, по любительским боям. И финалы у нас проходили уже 29-го числа. Там были финалы. И плюсом было два профессиональных поединка. Вот именно два профессиональных поединка. У них уже были гонорары. Все остальные, то есть это, грубо говоря, грамота и медаль. Вот так вот награды такие. Ну и подтверждение какого-то лично спортивного статуса. А заносятся ли результаты соревнований в какие-то реестры международные или, не знаю, там, федеральные? Если это любительское соревнование, конечно, это отчет. Отправляется в Союз ММА России. Кто победил, соответственно, из этого уже какие-то звания присуждаются спортсменам. Профессиональные поединки заносятся на всемирный, скажем так, сайт, статистический шердок. И там уже можно посмотреть любого бойца с профессиональным рекордом. Были ли занесены результаты соревнований в Кирове на шердок, которые в сентябре прошли? Да, когда у нас четыре турнира прошло, три уже было занесено. Четвертый сейчас в процессе, это не очень быстро все делается. Возвращаясь о развитии этого вида спорта в России и за рубежом, хотела бы спросить, Егор, в чем основное отличие, кроме того, что платных трансляций в России нет, они не развиты. Как еще этот вид спорта, в чем основное отличие его становления у нас и за рубежом? Ну, в первую очередь, опять же, это зрелищность. То есть, да, популярность набирается, соответственно, из-за зрелищности. Большинству, ну, как большинству, многим не нравится, да, то, что очень много борьбы в партере. Да, это когда-то они, грубо говоря, для всех валяются на земле и пытаются что-то сделать. То есть, но, опять же, для понимающих людей, то есть, это, опять же, своя дисциплина называется бразильская джиу-джитсу. Это для них уже, грубо говоря, как вид деятельности, как для боксера, удары руками, то же самое для представителей джиу-джитсу, это болевые удушающие именно в партере. Но популярность, опять же, растет из-за массовости. То есть, не только, допустим, потому что сейчас стало популярным, ну, не то, что популярно сейчас, очень много трансляций там по федеральным телеканалам, именно турниров по смешанным единоборствам, там, несколько промоушенов. Самый первый был М1, это начало 2000-х годов еще. Сейчас уже, ну, довольно-таки много промоушенов, профессиональных и любительских, можно сказать. И постепенно, то есть, охват аудитории у них больше, начиная от, допустим, одежды, да, с известными брендами, которые сейчас можно, в принципе, купить чуть ли не в любом магазине, и заканчивая, соответственно, уже тренировками. В принципе, массовость, она и рождает популярность. То есть, по прогнозам, ну, лично вашим и экспертным прогнозам, этот вид спорта еще будет развиваться какое-то время, да, набирать еще обороты? Я думаю, что он скоро станет олимпийским видом спорта. Интересно, да. Да. Посмотрим, как этот прогноз сбудется. А в каком году вы предполагаете, что это случится? Как скоро? Ну, по всем пока что прогнозам и, так скажем, интервью представителей Союза ММА России, это примерно 25-й год. Ну, не так долго ждать. Ну, да. Хотела бы еще спросить о том, как, насколько популярны это у нас в регионе, да, и если, например, сравнивать соревнования этого года с прошлым, то насколько здесь было много зрителей, много участников, ну, в целом, какой-то сравнительный анализ? Ну, я скажу так, что профессиональные поединки стали более популярны, чем любительские, и немножечко уже меня это настораживает. Почему? Потому что, допустим, если взять, там, три года назад у нас был полный зал на любительских турнирах. Сейчас у нас больше приходят на профессиональные турниры. Ну, то есть билеты уже продаются, да, полный солдат, что называется. А есть ли среди спортсменов у нас в регионе женщины? Ну, конечно, есть. Были ли они на этих соревнованиях? Да, был женский бой, грубо говоря, перед соглавным событием это произошло. Да, девушки начинают заниматься, и, ну, я свое мнение не буду высказывать, оно немножко такое отрицательное к женским поединкам, поэтому... Ну, наверное, со стороны зрителей был высокий интерес к этому бою. Да, ну, особенно среди мужчин. Не знаю почему, но я скажу, что мне не нравятся женские поединки, что по боксу, что по смешанным единоборствам. Ну, как-то не знаю. Ну, наверное, за счет своей некой экстравагантности он приколывает внимание. Ну, я считаю, что женщины не должны бить друг друга. Вот и все. Ну, оставим эти дискуссии. Просто было интересно, я знаю, что в прошлом году не было женского боя. Был. Был тоже, да? Да, да. А чтобы девушкам заняться этим видом, то есть у них тоже должна быть какая-то база, да, либо бойцовская, либо... Ну, конечно, желательно, да. То есть я не говорю, что прямо вот если приходят люди без базы, без подготовки, что они и должны этим заниматься. Они могут, конечно, но, опять же, возвращаясь к тому, что будет намного легче и проще. В первую очередь. В первую очередь, ну, любое единоборство, как и любой вид спорта, это надо думать головой. То есть если человек не думает головой, у него ничего не получается. То есть тут задача, ну, как я, допустим, ученикам привожу пример. Бокс, предположим, если возьмем за бокс, да, это как шахматы, только при этом надо думать быстрее, и тебя бьют по лицу. То же самое здесь. То есть если не перехитрить соперника, ничего не получится. Ну, то есть какую-то стратегию все равно тоже нужно будет включать. Конечно, конечно. Возвращаясь, опять же, к мифу о том, что ММА, да, это якобы бои без правил, расскажите, насколько это травмоопасный вид спорта и насколько он безопасен? Ну, если верить статистике, да, статистика, как все знают, знают все, в десятку даже не входит самых травмоопасных видов спорта смешанное единоборство. Немножко объясню, почему здесь вы видите соперника, все, что он делает. Допустим, этот же футбол, когда, предположим, игрок принимает мяч, он не видит, что происходит. И поэтому для него неожиданностью становится, что ему, допустим, ударяют по ноге. Из-за этого травма. Здесь бойцы видят, да, то, что вот летит, допустим, удар в голову. Он инстинктивно будет защищаться. Соответственно, он будет знать, что сейчас будет происходить. Вот поэтому травма не намного меньше, но меньше. И серьезность травм тоже меньше. То есть их предотвратить как бы можно, да? Инстинкт самосохранения. Меньше форс-мажорных каких-то обстоятельств, которые вы видите. Ну, то есть если вы не видите, допустим, что у вас летит камень, вы получите, грубо говоря. А если вы видите, вы инстинктивно защищаетесь голову, руками как-то закройтесь. То же самое и здесь. Вот примерно так. Хотела еще поговорить о том, что есть ли какая-то общая статистика, сколько в Кирове и в области спортсменов по этому виду у нас примерно сейчас занимается, выступает, претендует на профессиональные турниры, на любительские, кто заявляется. Ну, какая примерно эта численность? Ну, прям точную статистику я не скажу, как-то ее не подсчитываю, но это немножко трудно сделать. Выступающих спортсменов примерно, я думаю, что около 50 человек. Это по Кировской области может больше. То есть очень многие заявляются на один, на второй, на третий турнир не только по смешанным единоборствам, но и по смежным дисциплинам, такие как грэплинг и так далее и тому подобное. То есть много дисциплин. А общее количество занимающихся, я думаю, что в районе 500 человек-то точно. Те, кто уже давно постоянно занимается. Ну, не давно, то есть примерно, плюс-минус. Не так много и мест, где у нас можно позаниматься, скажем так. Хотел еще тоже вот такой совет от вас для тех, кто хотел бы к этому виду спорта приобщиться. Что нужно для этого? Ну, желание, конечно же, в первую очередь. Желание, нацеленность, на результат и все. Тут, в принципе, как и в любом деле, если ты хочешь заниматься спортом, ты им занимаешься. Если у тебя нет желания, то и зачем это делать? А мы говорили до этого о том, что база некая нужна, либо ударная, да? Ну, я говорю, что рекомендовано бы. Если человек хочет заниматься смешанным единоборством, пожалуйста. То есть, ну, здесь же опять возвращаясь немножко к статистике, да, меньше, получается, акцента идет на борьбу и на ударную технику. То есть, грубо говоря, там, если две тренировки, ну, одна тренировка в неделю по борьбе, вторая тренировка по ударной технике и третья тренировка, там, допустим, общая физическая подготовка. То есть, из них получается то, что, допустим, базовый борец, он тренируется три раза в неделю в борьбе. Здесь получается один раз в неделю. То есть, это менее эффективно. То есть, менее эффективно, то есть, лучше бы, наверное, вначале что-то изучить, а потом уже приходить. Но никто ведь не скажет то, что, если приходишь в клуб, никто не скажет то, что, нет, ты не будешь заниматься, у тебя нет базы. Пожалуйста, главное желание, главное желание заниматься спортом и развиваться, вот все. Еще хотелось бы немножко, чтобы наши слушатели поняли, представили, из чего, как примерно строится расписание, да, такого спортсмена. Из чего состоит его неделя, сколько тренировок каких, какое примерно питание, то есть массаж. Ну, примерно расскажи. Ну, это если по профессионалам, то у них там, понятно, очень своеобразный у каждого график. Им не надо ходить на работу, им не надо там зарабатывать деньги, а потом идти на тренировку, как, допустим, у спортсменов-любителей, да, они там с утра до вечера работают, потом приходят на тренировку, у них там не остается сил, плюс там семья, плюс там учеба, допустим. У профессионалов им за это платят деньги, за то, что они тренируются, у них есть команда из тренеров, команда из массажистов и так далее и тому подобное. То есть они за это получают деньги. То есть очень трудно спортсмену-любителю по такому же графику жить. Ну, понятно, что диеты придерживаются все, это можно в интернете, на любом сайте посмотреть. И тренировки. Ну, как, тут под каждого спортсмена, допустим, под профессионала подбирается индивидуальная программа. То есть так вот просто общую программу сказать, это очень тяжело. Ну, вот примерно как-то так. А много ли профессиональных спортсменов по ММА у нас в Кирове? Да, порядка 10 человек есть. То есть они прям вот то, как ты говорил, да, тренируются этим? Ну, не совсем. Они в основном, в первую очередь, это, скорее всего, уже тренера по смешанным видоморствам. То есть они в основном выступают. То есть они уже знают, то есть они уже добились в любительском что-то в своем виде спорта, предположим, в борьбе, в рукопашном бое и так далее. То есть и они уже перешли довольно давно в смешанное видоморство. Егор, вопрос еще такой, возвращаясь к детскому спорту, да, как занятия ММА меняют спортсмены, меняют подростка, меняют человека? То есть чего они добавляют, что из характера, может быть, убирают? Вот в целом об этом, о философии какой-то спорта хотелось бы поговорить. Ну, не смешанное единоборство, а единоборство в целом, я считаю, что меняют жизнь не только ребенка-подростка, да, а они учат, допустим, дисциплине в первую очередь, да, о уважении к слабым, о помощи, да, чтобы не применять силу на улице и бесполезно. Ну и в первую очередь это структурирует как-то мысли и дает какую-то определенную философию. То есть философия бойца любого единоборца, я думаю, что это отдельный разговор вообще. И это учит на 100% только хорошему. То есть, ну, я считаю, что это так. Есть, которые применяют силу там в ненужных моментах, но это отдельные уникумы. Я благодарю за разговор. А я напоминаю нашим слушателям, что у нас в студии был Егор Братухин, исполнительный директор областной федерации по смешанным единоборствам. Спасибо за разговор. Вам спасибо. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Человек на 80% состоит из воды. Плохой человек, наверное, из плохой. А хороший, точно из хорошей воды. Вода – ключ здоровья. Хорошая.